Всем привет! Меня зовут Марина, и в этом видео я решила с вами чуть-чуть поболтать на одну очень-очень важную тему. Кстати, для тех, кто переживает, что я опять целая блондинка, девчонки, я напротив окна, и свет очень сильно осветляет мой новый цвет волос, так что не переживайте. И я хочу сегодня поговорить по поводу внешности, как полюбить себя, как не обращать внимания на тупых людей, действительно на тупых, да. Я просто буду говорить своими словами, как я считаю нужным. Возможно, где-то я буду грубо говорить, но так оно и есть. К сожалению, в нашем мире очень много злых людей, очень много красивых людей, и эти красивые люди считают нужным обязательно написать какую-то гадость страшным людям. Так что, кому-то интересная тема, давайте поговорим с вами. Первое, с чего я хочу начать, это то, что я как блогер столкнулась с этим очень, знаете, так жёстко. Дело в том, что до того, как я стала вести свой канал вообще в детстве, в молодости, когда мне там было 15-18 лет, у меня не было никогда комплексов, я всегда себя считала симпатичной девчонкой. То есть у меня было очень много ухажёров, очень много мальчиков за мной бегали, и я действительно считала себя симпатичной девчонкой. То есть никогда я не смотрела себя в зеркало, и не было такого, что «Оу, я страшная, что же я такая родилась на свет». Нет, такого у меня никогда не было. И когда я стала вести свой канал на ютубе, я действительно осознала и поняла, что я реально страшная, что у меня большой нос картошкой, что мне нужно срочно делать носогубные складки. То есть постоянно меня отправляют, знаете, в гости к хирургу, и поначалу меня это жутко бесило. То есть я ни в коем случае не обижалась, я вообще даже не знала, что такое носогубные складки, вот честно могу сказать. И только потом, когда я уже залезла в интернет, я поняла, что это, ну в общем, вы поняли. Мне так это очень странно, оскорблять вообще другого человека. Какая вам разница, вообще вам не всё равно на чужие носогубные складки, вам ли не всё равно, у кого какой нос. Вот честно, мне всё равно, то есть я никогда в жизни никого не оскорбила. То есть если вдруг я вижу человека на улице, я считаю его каким-то там, знаете, ну действительно, там может быть полненьким или ещё каким-то, я никогда в жизни не подойду к нему на улице, не скажу, слышь ты, корова, а чё ты такая толстая? И вы в жизни тоже никогда нормальные люди так не скажете. И люди, которые оскорбляют людей в интернете, они тоже в жизни, у них, как говорится, кишка тонкая, никогда в жизни тоже не подойдут человеку вживую, вот ко мне даже, и скажут, и не скажут, Марина, знаешь, у тебя нос только большой, ну добра, запишись к хирургу и делай там себе ринопластику, да. То есть человек, по сути, очень смелый только в интернете. Вообще многих, конечно, беспокоит именно мой нос, они действительно считают мой нос очень большим. Я считаю действительно его немаленьким, то есть, знаете, не каким-то там куриным носиком. Действительно есть красивые такие тоненькие носики, у меня, конечно, не такой, и я не считаю нужным идти и делать его меньше, да. И я, честно, не могу понять таких людей, которые оскорбляют внешность, потому что внешность, она вообще не выбирается, да, то есть мы такими рождаемся. Вот я такой родилась, и мне, допустим, мой нос достался от моего папы. У нас по папиной линии все такие, знаете, немаленькие носики. То есть человек, который оскорбляет меня, он, по сути, оскорбляет моих родителей. И я понимаю, когда человек наделает себе, знаете, кучу операций, надует губы себе вот такие, сделает сиськи, да, или глаза потянет, что они у него не закрываются. Вот тогда я еще могу понять возмущение людей, когда действительно естественная красота, это естественная красота, а когда человек себя сознательно уродует, это уже другой вопрос. Хотя тоже это, в принципе, его дело, и, ну, накачал он себе губы, это его право. И сколько я тоже в Инстаграме смотрю, знаете, картинок, есть даже такие странички, там выкладывают специально такие фотографии. Вот, посмотрите, какая страшная девушка. Я вообще, ну, я, конечно, подписалась на эту страничку, я просто смотрю, мотаю на ус, ну, просто как бы мне интересно, да, но я никогда в жизни не позволила себе написать, что вот, слушай, действительно, ты такая страшная, у тебя там губы такого размера, вот дура, да. То есть такого, конечно, я никогда в жизни не писала, потому что у меня такое воспитание. Я так воспитана. И люди, которые пишут вот такие вещи, они, либо у них у самих комплексы, да, потому что в основном все пишут с закрытых страничек, у них даже на ави там какие-то цветочки или какая-то там кошечка, но ни в коем случае не своя физиономия. И еще у этих людей просто, знаете, ну, действительно, наверное, родители их плохо воспитали, да, то есть вина родителей, что они не объяснили ребенку там или, ну, да, человеку, что нельзя оскорблять других людей. Вот я смотрю на себя в зеркало и я с собой любуюсь, да, то есть да, я знаю все свои недостатки, я знаю все свои достоинства. Вот такая я, какая я есть. Конечно, есть внешность, там, грубо говоря, там после родов кто-то поправляется, и это уже все в ваших руках. Вы можете там скинуть эти 10 килограмм, либо можете начать жрать дальше и набрать еще 10 килограмм. Тогда вы можете действительно посмотреть на себя в зеркало, поругать себя, чтобы поругали, не знаю, ваша мама вас поругала, и вы взяли себя в руки и похудели, да, и тогда вы полюбите себя. То есть, в принципе, внешность можно переделать, да, внешность можно изменить. Есть во внешности то, что изменить в принципе нельзя. Это, допустим, ну, я имею в виду даже ту же хирургию, да, но это очень опасно для здоровья. Не каждому можно делать какие-то операции, да, там, не знаю, под общим наркозом. И, конечно же, я против вообще хирургии. По поводу всех остальных моментов в плане внешности, да, у кого-то маленькие губы или маленькие глаза, это можно все исправить той же косметикой, да. Не знаю, я вообще ко всему этому спокойно отношусь. Есть люди, у которых, знаете, нет рук, нет ног, но они как-то работают, живут, радуются жизни, общаются с людьми, встречаются, женятся, рожают детей. Неполноценные люди, у которых там, грубо говоря, может не быть конечностей, да. Знаете, я очень часто смотрю на себя в зеркало и говорю спасибо за то, что я родилась с руками, с ногами, с головой, да, что у меня все это есть, что я могу жить полноценно жизнью. Справиться с такими людьми, которые постоянно пытаются вас оскорбить, плюньте на них, не обращайте на них внимания, да. Вот действительно, кто-то говорит, что о, не надо негатива, он отвечает на таких людей, да. Действительно, в последнее время я стала просто, знаете, вообще без разбора. Вот кто написал мне какую-то гадость, там, ты страшная заблокировала, у тебя нос большой заблокировала, у тебя там то-то-то заблокировала, да у тебя там часто пишут, Катя красивая, Настя нет, заблокировала. Я этих людей не знаю, мне абсолютно все равно на них, поэтому я их блокирую, и больше я от них такие сообщения не получаю. Кто все-таки считает нужным обязательно написать мне какую-то гадость, вы можете сразу попрощаться с тем, что вы больше не сможете писать на моем канале, я блокирую сейчас всех без разбора, ну, я имею в виду в плане тех, кто мне пишет гадости. Это мой канал, моя территория, и я не допущу, не допускаю, чтобы люди на моей же территории гадили, да. То есть гадости где-то в другом месте, мне все равно. Я еще заметила, очень часто блогеры, ну, раньше тоже, знаете, закрывали свои каналы, потому что их просто загнобили подписчики. Вот, допустим, сейчас такую картину наблюдаю за Викторией Портфолио, я думаю, многие ее знают. Она вообще молодец, конечно, у нее сейчас очень много негатива, особенно после того, как на нее сняли «Немагия» обзор. Это, конечно, вообще триндец, я не могу понять вообще этот канал, вот эту «Немагию». Вот, понимаете, сборище тупых малолеток, которые ржут над людьми. Они вообще, я считаю, что канал «Немагия», их давно надо закрыть не потому, что они, вот, так скажем, поносят другие каналы, а потому что они вообще нарушают авторские права. Они берут видеоматериалы и вставляют в свои видеоролики. То есть, по сути, они нарушают авторские права, и любой человек может, блогер, может вообще в суд подать. Я знаю, что у них там была терка с Симоновым, потом, ну, я думаю, вы многие знаете про эту всю историю. И когда недавно они сняли обзор на «Викторию портфолио», я была в полном шоке. Я узнала это от какой-то подписчицы, короче, не помню, как я узнала, я, естественно, их канал не подписано. Я посмотрела, и как они там, в общем, ржали над Викой. Для меня, честно, это, как вам сказать, вот Вика отреагировала, она в перископке сказала, что она к этому спокойно относится, вот это у них такой стиль туда-сюда. Мужские каналы уже начинают добираться до женских каналов. Мне часто тоже, периодически точнее, переходят парни, пишут, «Ох, ты страшно, уходи до моей хозяйки, чем ей ещё заняться?» «Иди, это какое дело, иди там, не знаю, уроки учи, каратэ занимайся». «Ты мужик, какого хрена ты делаешь на женском канале?» И когда мужики поливают грязью женщин, это вообще, это очень сложно назвать мужчиной, да. И я, честно сказать, была в полном шоке. И, конечно же, сейчас на Викином канале очень много вот этих всяких придурков, которые перешли с немаги, и каждый день пишут ей в комментариях гадости, дизлайки постоянно ей там ставят. Это, конечно, очень неприятно, когда девушка показывает свою жизнь, ведёт свой канал, и потом из-за какого-то канала к ней перебывают кучи всяких недалёких людей и начинают её поносить. Я вообще, я просто в шоке. Это хорошо, Вика, она к этому спокойно относится, но любой другой блогер, он, в принципе, может, знаете, там, не выдерживать и закрыть свой канал. Подписчики гнобят блогеров. А потом ещё удивляются. Вот она так остро отреагировала на мой комментарий. Мне тоже периодически пишут, что я хамка. На самом деле я с этим полностью согласна, но я не готова терпеть оскорбления в свою сторону. Да, я хамка, я решила ответить, почему бы и нет, я человек, и почему я не должна отвечать на всяких таких недалёких людей. Я ответила, заблокировала, всё, мне полегчало. Ну, это моё такое видение, я так хочу делать. Конечно, в 99% случаев я просто удаляю комментарий и блокирую, но мне тоже иногда хочется ответить. И когда, знаете, я вот так вот отвечаю, мне вслед отвечают, да ты хамка, я от тебя такого не ожидала, да мне всё равно. Знаете, вроде глядя на мой канал, думаешь, вот я мамочка, у меня двое деток, я такая спокойная вся. Да, я спокойная, но в жизни, если вдруг кто-то ко мне подойдёт и скажет, Марин, ты знаешь, а вот ты страшная, и вообще, как ты вообще смогла открыть свой канал, такому человеку я сразу же отвечу. Почему я должна на Ютубе не отвечать на такие комментарии? Конечно, как говорят, негативом нельзя отвечать на негатив. Это понятно, это всё понятно, не нужно тратить свою драгоценную энергию, положительные там флюиды туда-сюда, но я человеку, мне тоже иногда хочется вот так вот, знаете, по-хамски дерзко ответить какому-то, знаете, человеку, который вообще, не знаю, что он тут делает на моём канале. Короче, вот такое моё было видео, да, я не знаю, просто вроде начала говорить про внешность, а закончила вот на теме гнобления, так скажем, блогера. Гнобления, есть такое слово? Что-то не то сказала, наверное, но вы поняли. Вот, так что вот такое у меня было болтологическое видео, очень жду от вас комментарии, как вы считаете, права я, не права. В общем, давайте с вами поболтаем на эту тему. Если вдруг вам понравились такие болталки, то напишите, какую следующую тему, такую очень интересную, вы хотите затронуть. Я с удовольствием с вами поболтаю и выскажу своё мнение. Да, не забывайте, что я высказывала своё мнение, и оно может не совпадать с вашим, это нормально. Всё, на этом я заканчиваю своё видео. Спасибо за внимание, пока-пока.